здравствуйте уважаемые подписчики канала задротикс сегодняшнее видео будет снова связано с не каркейт прототипом sonic 2 да я прекрасно понимаю что возможно этот прототип вас уже достал поверьте меня тоже но сегодня я хочу это дело добить до конца то есть сделать в этом видео следующее рассказать про сам прототип подробно более подробно рассказать показать то что было до этого показано предыдущих видео и все больше не затрагивать эту тему связанную с этим прототипом именно не каркейт и перед началом самого ролика я кое-что сказать хочу последнее время под моими видео появляются вот такие вот подобные товарищи которые пишут дескать им это не нравится им сами игры не нравится почему я в нормальные игры не играй а уж тем более их снимаю опять же таким подобным людям ответ очевиден нас каких же космических масштабов эти генерат по-другому это и не скажешь на своем же канале я вас подобных людей как кота за яйца не держу хотите не смотрите это ваше право но осуждать меня за то что я делаю то что я снимаю и во что я играю но это уже извините меня просто зашкварящее у каждого человека своя точка зрения у каждого свои вкусы какие-то предпочтения и мои очень сильно отличается ладно давайте уже начну рассказывать про саму игру не каркейт является более ранним а также известным билдом игры sonic the headshot 2 созданный компанией sonic team и sega technical institute первой половине 1992 года и которые используют часть ресурсов и sonic the headshot 1 чтобы вы понимали полная версия игры вышла только 21 ноября того же года сам же прототип был создан в первой половине 92 года и конкретно какая дата неизвестно вот так у самого прототипа есть небольшая история о том как он появился в сети сама игра изначально распространялась на картридже и человек под ником drx выкупил этот картридж всего за полторы тысячи долларов хотя это большая сумма довольно таки после чего drx сдампил его и потом выложил в сеть 7 ноября 2006 года само название не каркейт было дано не случайно дело в том что еще в начале 90-х годов за рубежом было популярное детское шоу не каркейт ну или никелодиан аркейт так вот как раз таки на этом шоу была показана похожая сборка хотя некоторые считают что возможно это и есть не каркейт прототип поэтому оттуда и пошло название вот такая вот история кстати сам картридж выглядит вот так отличие и первый из них это титульный экран который есть как не каркейт так и в симон вэй бета-3 бета-4 второе тыл стеряет кольца игрока если будет ранен и третье это режим двух игроков который не доделан четвертое при разбитии монитора с неуязвимостью отсутствуют звездочки однако соответствующая музыка наоборот играет 5 это sonic имеет более плавные спрайты ходьбы и бега ну и шестое когда при высокой скорости sonic сталкивался с какой-либо стеной его отталкивала и он падал также в совокупности с этим использовались и специальные спрайты для этого которые впоследствии убрали ну и последнее седьмое отличие хотя там их больше на самом деле я просто рассказывать уже не хочу это то что каждая зона использует музыку и sonic the кэш у к 1 это все говорит о том что игра использует ресурсы из самой первой части вот так ладно вот вам еще несколько отличий sonic имеет другие спрайты разворота ром содержит большое количество недоработанного года что и так понятно уже прототипе найденное изображение с неизвестным назначением кстати вот она возможно ну и последнее когда таймер достигает 10 минут то его значение сбрасывается до 9 минут тем самым позволяя игроку дольше тестировать зону это вполне неплохо кстати вот он доказательство того что режим на двух игроков недоработан и как же это самому проверить запускаем игру заходим в его в селект выбираем абсолютно любую зону и после чего жмем две кнопки b и старт и вот вам такая вот ересь что ж это вроде бы все важные отличия про которые хотел рассказать давайте перейдем уже к самому прототипу хорошо появляется титульный экран пропускаем его и мы попадаем на первую зону это эмеральд хилл и у этой зоны есть два акта которые мы должны пройти и казалось бы после эмеральд хилл мы должны перейти на chemical plant но нет после битвы с боссом на втором акте игра просто перезапускается а Продолжение следует... Однако печалиться не стоит, потому что у этой игры есть level select. Давайте его активируем. После его активации мы видим знакомые уровни из первой части, ну или зоны, начиная с гринхилл и заканчивая final zone, ну финальной зоной, где нужно победить босса. Начнем с первой зоны, это гринхилл. Не так давно у меня было прохождение этой зоны, если кто-то из вас еще не смотрел, то ссылка в подсказках. Так вот, в том видео я не только проходил зону, но также показывал ее проблему. И проблема заключается в коллизии. Дело в том, что конкретно в этом прототипе, именно на этой зоне используется коллизия из Sonic 1, а в Sonic 2 ее уже изменили. Соответственно из-за этого мы имеем баганутую физику, из-за которой можно не просто сквозь текстуры упасть, но еще и умереть. Ну и в совокупности с этим мы имеем еще глючные спрайты. Спрайты как врагов, так и некоторых объектов. Вот так. Но несмотря на проблемы этой зоны, при желании пройти эту зону можно. Первый способ довольно простой. Нужно прыгать только по ровным поверхностям, а там где окружение сгибается, наоборот, нельзя прыгать. Ну и второй способ это чит-коды Game Genie. Да-да, на удивление, для исправления коллизии в гринхилл зоун придумали специальные чит-коды, причем их всего 13 штук. Вводим все эти читы и все, коллизия исправлена, можно спокойно бегать по уровню. Конечно эти читы не исправляют глючные спрайты, однако они исправляют коллизию. Но не везде, дело в том, что есть такой неприятный момент на втором акте, из-за которого вы вряд ли сможете пройти всю зону. Это вот это. Я очень долго мучился, пытался найти какие-то способы другие, обойти эту фигню, но нет, их нету. То есть я застрял и больше пройти зону не смогу. Вот так. Опять же, если вы хотите попробовать сами эти читы ввести, то ищите в интернете. Поверьте, они там есть. Ладно, переходим ко второй зоне. И казалось бы, что это марбл зону, но нет, это недоработанный Chemikopoint. Почему недоработанный? А потому что конкретно в этом прототипе Chemikopoint это зона, в которой можно легко застрять. По крайней мере, там есть такие места, где можно это сделать. И из этих мест вы вряд ли уже выберетесь, поэтому придется перезапускать игру. Вот так. Переходим к следующей зоне. Следующая зона это Spring Yard. Тут же это Hidden Palace, которую убрали в последней версии, финальной, на Sega Mega Drive. И вернули только через несколько лет в мобильной версии. Вот так. Скажу вкратце. Зона нормальная и играбельная, но непроходимая. Во время прохождения появится определенное место, где есть тупик и все, в принципе, мы там застрянем. Больше не сможем пройти зону. Давайте перейдем к следующей. Лабиринт Зоун. Здесь же это просто мешанина из спрайтов на заднем плане. И кроме этого всего, больше здесь ничего нет. Мы просто падаем вниз и умираем. Перейдем к следующей. Стопэ. Starlight это тот же Emerald Hill, который был в начале. Который мы уже смотрели, поэтому переходим к следующей. Scrap Brain. В прототипе это Hilltop. Опять скажу вкратце. Зона играбельна, но непроходима. Так как во время прохождения появится определенное место, где мы просто умрем. Это место является спуском вниз. И вот когда мы туда попадаем, мы спускаемся, спускаемся и в итоге умираем. Это говорит о том, что зона еще не доработана. Это был первый акт. Второй акт я не вижу смысла рассматривать, потому что он еще короче. Ну вот, серьезно, он, извините меня за выражение, милипиздрический. Мы проходим несколько шагов, потом падаем в лаву, из-за которой мы не погибаем. И все, на этом акт заканчивается. А вот третий довольно интересный акт. Опять же, это опять мешанина из спрайтов, где по сути ничего нет. Однако, если мы... Ну, в общем, здесь я детально рассказывать это не буду. Давайте обратимся к моему последнему ролику. Там все подробно и четко было сказано. Ссылка на сам ролик тоже будет в подсказках. Вот такой довольно интересный баг. И как же этот баг повторить? Запускаем игру. Ждем пока первая заставка вот эта вот пройдет. Ждем пока пройдет вторая заставка, где появляется какая-либо зона, а на ней бежит соник. Вот. Ждем пока это все дело пройдет. После чего уже на первой заставке заходим в левел селект. И уже там мы выбираем либо лабиринт зон первый, второй или третий акт, или скрепбрейн зон третий акт. То есть для того, чтобы увидеть этот баг или глюк, нужно выбрать одну из этих двух зон. И вот получается такое вот миссиво. На этих двух зонах. А почему так происходит? Потому что конкретно в этом прототипе все устроено таким образом, что в них содержится лишь информация, находящаяся в самой оперативной памяти. Если же в оперативной памяти есть заставка, то все спрайты в игре копируются в хаотичном порядке. И после чего мы наблюдаем вот такую вот картину. При каждом попадании в эти уровни вы увидите все более и более новые спрайты. И это все объясняется тем, что эти же уровни в Никаркейд хаотичные. Вот как-то так. Последняя зона это Final Zone. Финальная. Это все тот же хилтоп, однако если мы сделаем несколько шагов вперед, то увидим соответствующую картину. А именно розовый экран. Это говорит о том, что игра пыталась загрузить босса из первой части. Однако не получилось, потому что самого босса в файлах игры нету, и из-за этого игра крашнулась. То же самое касается и Special Stage, в которых тоже нет в файлах игры, и все крашится. Вот как-то так. В заключении хотелось бы сказать вот что. Сам по себе прототип хороший, и мне он даже понравился. Он дает в себе множество интересных вещей, которые хочется исследовать и исследовать дальше. Однако, простите, я пас. С меня уже хватит. Я, поверьте, исследовал со всего, чего хотел. Уже все показал, рассказал, и уже вообще не знаю, что рассказывать про этот Никаркейт. Не знаю. Я по счету, по этому прототипу снял на канале три ролика. Четвертый делать, это уже вообще нерезонно. Вообще, я не планировал рассказывать полностью, ну то есть подробно об этом прототипе, то есть делать третий ролик для этого. Вообще, я планировал всего два, но все-таки я решил добить, я уже сказал вообще вначале. И в итоге, добил. То есть, мне теперь больше не придется возвращаться к этому Никаркейт прототипу, потому что я уже про него все рассказал, я все показал. Вообще, я планировал сделать еще видео по Симон Вэй, то есть про него там рассказать, но я это сделаю только в апреле месяца этого года. Потому что я хочу вернуться к нормальным играм про Соника и про них что-нибудь рассказать. Вот, например, я обещал сделать обзор на сборник Sonic Games Collection еще очень давно и в итоге не сделал. То есть, по сути, я не сдержал свои обещания и это плохо. Скорее всего, я к нормальным играм про Соника вернусь только через полторы или две недели. Это максимум. Потому что я себе буду брать отпуск. Так как в последнее время я начинаю от этого всего дела уставать и мне реально нужен хоть какой-то отдых. Ладно, ладно. Я отлаживаю все проекты, в том числе и проект по PlayStation 1 на канал Power Junior. Все. Всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok